здравствуйте валентин расскажите нам пожалуйста о том сколько магазинов вас сейчас сети и какие были изменения за последнее время именно по количеству магазинов ну давайте за последний год у нас сейчас на сегодняшний момент 11 магазинов вот за двадцатый год мы не открыли к сожалению ни одного магазина но и ни одного не закрыли скажу так что в нашей практике пока что закрытия не было очень внимательно стараемся подходить к выбору помещений ну и собственно к анализу рынка вот из того что произошло в целом за этот год и наверное там за девятнадцатый в девятнадцатом году мы открыли интернет-магазин соответственно брингстон как вы уже сказали вот и сейчас видим что нам очень-очень сильно необходимо очень-очень необходимо развивать именно этот формат поэтому как и планы у нас будут в двадцать первом году я сейчас по открытию соответственно оффлайновых магазинов я вам сейчас не могу пока сказать в общем то все достаточно так ровно вот но то что будем делать большой упор на интернет торговле вот вот это точно на самом деле как раз интересно что в рамках текущей встречи мы беседуем как с людьми которые очень давно развивают розницу и соответственно традиционно остаются в ней так вот получается сейчас с антоном дум поговорили о том как они вообще другой пытаются ассортимент подобрать чтобы таким образом сразу по умолчанию отстраиваться да вы для себя сейчас избрали работу в том числе в онлайн формате хотя ну скажем так узнаваемости у бринсона она сейчас пока что очень низко да вот если давайте мы в целом по бизнесу про итоги 2020 года вы в плюсе по отношению там предыдущим или вот как сейчас обстоят дела по результатам мы в плюсе относительно девятнадцатого где-то в районе пяти процентов вот это что касается выручки ну а вы именно по магазинам ощутили какую-то разницу по покупательскому спросу вот если мы говорим про вот именно розницу в двадцатом году все-таки очень многие у вас если локации непредственно рядом от дома то я уверена что народ и поменяла поменял свое покупательское поведение по разному приобретал товары ну действительно спрос трансформировался особенно было на это заметно в начале года ну как первой половине года это соответственно марта с марта по июнь июль наверное вот но сейчас мы можем сказать что новый год мы отторговали приблизительно так же как мы торговали ну как собственно перед двадцатым годом как с девятнадцатого на двадцатый поэтому тут сейчас мы уже находимся ну в состоянии там можно сказать практически обычной работы понятно ну и наверное наверное такой ключевой вопрос как же вы удерживаетесь на плаву рядом с федералами да у которых зачастую закупочные цены выше и как бы новая технология откатывается быстрее вот как вы удерживаете конкуренцию да и все таки имеете возможность зарабатывать и работать в плюс вы знаете я искренне считаю что федеральные сети они в общем то конкурируют друг с другом вот то есть если мы говорим там про формат пятерку магнит то конечно же по большой ну по большей части они там на московском по крайней мере рынке конкурируют именно вот между собой просто по той причине что их предложение их ценовое предложение их товарный ассортимент он приблизительно одинаков вот что касается соответственно небольших сетей то о чем я там постоянно говорю и как бы пытаюсь доносить свою мысль то что а небольшие сети они очень гибкие вот и в этом плане они могут там делать какие-то индивидуальные предложения уже даже в рамках одной сети то есть независимо зависимо от того зависит от того в каком там районе находится магазин даже по нашей сети могу сказать что у нас да у нас в целом там средний сегмент эконом сегмент но у нас есть пару магазинов которые находятся и там хоть и на востоке москвы но в более дорогих районах вот и там естественно у нас там предложение там по товарной группе немного отличается вот что касается да каким образом там еще мы конкурируем мы конкурируем у нас есть производство собственное вот которое кстати там мы тоже пытаемся трансформировать мы тоже пытаемся как-то его модернизировать потому ну это связано с тем что там Брингстон подключился к нашему формату вот это кофейный уголок который мы там сейчас испытываем в одном из наших магазинов но тем не менее который там очень и очень там неплохо себе зарекомендовал вот так что техник для конкуренции между локальных сетей между локальной сетью и федеральной ну их достаточно много вот другой вопрос как их реализовывать ну это да вы работаете в основном в одном районе Москвы вот вы уже обозначили да если говорить все таки про вашего основного покупателя кто он и как то вот выделяете ли вы прямо конкретно что вот именно этот сегмент вы на него прям целитесь и хотите чтобы он именно приходил да и безусловно оффлайновые магазины у нас находятся в основном на востоке ну на востоке можно сказать вот и поскольку это опять же в основном спальные районы то средний сегмент это эконом чаще всего вот у нас там к нам входит очень-очень много бабушек и для бабушек естественно там у нас отдельные предложения там как и там скидочные карты так и карты социальные карты москвича это там на некоторые товары ну такие как хлеб мы вообще там не делаем никакой наценки практически вот ну и разные предложения другие предложения которые мы в общем-то способны которые мы можем наверное предложить безболезненно для себя для этих социальных групп вот если ну вот если говорить именно про собственное производство да на что делаете упор при выборе позиции и ну вот я тут уже понимаю что повторяюсь но какие тренды вам приходится отслеживать ну вот например там те же ЗОЖ тренды насколько вы в них верите и их используете я верю в ЗОЖ тренды вот но к сожалению не внутри формата ближний вот опять же поскольку это ну поскольку наш основной покупатель ну он естественно не готов ну можно сказать не то что не готов но это там определенная группа для которой мы предлагаем ЗОЖ но он не пользуется скажем так большой популярностью вот говоря уже о Брингстоне я сейчас там чуть попозже скажу как это у нас в Брингстоне работает вот что касается что касается да производство которое мы в общем делаем это мясная кулинария мы начинали с мясной кулинарии кстати и она очень очень неплохо себе зарекомендовала в флайновых магазинах мне кажется что в районе 20-25 процентов мы делаем только по мясной кулинарии сейчас от оборота вот мы пробовали делать там пиццы и прочее но в офлайновых магазинах это не очень пошло вот из того что мы недавно запустили опять же нам Брингстон помог в этом это выпечка собственно выпечка хлеба ну и дальше мы этот формат сейчас будем развивать либо самостоятельно либо сейчас нашими партнерами поставщиками договариваемся уже более активно опять же это Брингстон в общем-то сильно меняет наши концепции то есть получается что вот сейчас уже я понимаю что по ответам у вас очень много сейчас фокусных новых решений делается именно для Брингстона напомните пожалуйста а сейчас Брингстон у вас вот именно онлайн если мы говорим какая зона покрытия и доставок у данного интернет-магазина мы сейчас мы запускались в девятнадцатом году где-то в сентябре года в сентябре мы на девятнадцатого года мы получили первый заказ вот мы работали по одному району Богородскому это была экспресс доставка там в течение сорока пяти минут в период пандемии мы охватили весь восточный округ вот и к сожалению на долгое время как раз таки остановились именно на нем и очень долго отлаживали доставку вот буквально ближе уже к концу лета мы нам удалось покрыть всю Москву вот и получается так что на этой неделе мы запустили уже доставку по близлежащему подмосковью вот то есть это Балашиха это Химки это Долгопрудный Одинцола частично и вот сейчас обкатываем этот район но мы сейчас уже мы получаем сейчас предложения от разного рода транспортных компаний а если раньше у нас была только собственная доставка то сейчас мы заключили договора с некоторыми нашими партнерами с несколькими партнерами вот и сейчас находимся в фазе тестирования и я надеюсь что на следующей неделе или там недели через две мы будем уходить дальше от МКАДа в клубе области ну а если говорить уже тогда про портрет покупателя именно Принстона это кто как вас находят покупатели да учитывая сейчас такой взрывной рост предложений ну вот именно продуктовой доставки и довольно высокой узнаваемости крупных брендов как вас выбирать почему вас выбирают и кто вас выбирает вот ну могу сказать что даже в девятнадцатом году мы запустились в общем то с одной стороны поздно но с другой стороны мы были наверное одними из первыми одним из первых сервисов которые предлагают там экспресс доставку продуктов питания вот сейчас естественно там после пандемии которая внесла огромнейшие изменения вообще в весь и онлайн и оффлайн сегмент вот сейчас предложений много конкуренты на сегодняшний момент достаточно именитые и естественно да с ними приходится сейчас конкурировать конкурировать могу сказать очень тяжело вот с учетом того что мы еще у нас бренд новый узнаваемость бренда как правильно выразились выразились низко пока что ну откровенно говоря вот это не перекресток допустим к которому ну скажем так огромное на сегодняшний момент доверие вот но тем не менее пытаемся да пытаемся держать цены на сегодняшний момент я считаю что наши цены ну наверное одни из лучших на московском рынке более того то низкая стоимость доставки на сегодняшний момент она по москве составляет до девяносто девяти рублей вот если корзина там более трех с половиной тысяч то мы доставляем бесплатно вот сейчас новые зоны доставки новые районы доставки которые мы сейчас запускаем там мы вынуждены повысить наш стоимость 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 нашей доставки но тем не менее там и мы и дальше будем продолжать там ну это просто потому что тут область нам мы нам доставляют наши партнеры вот но мы будем работать и в этом направлении я надеюсь что тоже в скором времени снизим там хотя бы до 150 рублей а если говорить про средний чек интернет-магазин он сейчас какой а сейчас он если мы говорим о повторных покупателях то средний чек среди повторных покупателей в районе трех тысяч а если мы говорим про первые заказы первые заказы делают люди только зарегистрировавшиеся делают в районе двух тысяч рублей у нас такой получается немножко перескакивающие ответы потому что действительно когда вам в голове приходится держать информации про торговую сеть и про онлайн магазины там есть реальные особенности ну как бы что есть то есть да но вот сейчас такой вопрос который касается все таки сети если мы говорим про развитие да вот вы сказали о том что пока там больших может быть ланов нет но вот у вас сейчас есть магазин в железнодорожном то есть ну как бы все таки это уже подмосковье да а какие то дополнительные категории дополнительные районы вы планируете еще смотреть для открытия своих новых магазинов мы периодически смотрим естественно нам как наверное и любой другой сети присылают очень много предложений которые мы естественно рассматриваем вот просто мной было принято решение наверное больше упор сделать именно на интернет торговлю потому что это добившись определенного уровня интернет торговля позволяет масштабировать интернет там гипермаркет интернет магазин до уровня покрытия там допустим москвы или там московской области к чему мы сейчас стремимся вот поэтому я думаю что мы сейчас на данной базе будем искать там помещение для наших дарксторов скорее чем для физических магазинов то есть получается что у вас сейчас меняется стратегия от то есть вы оставляете там глобальное развитие там сети ну там условно не глобально а вот именно что в принципе развитие сети физической вы пока что останавливаете и начинаете более серьезно вкладываться на блисток не то что там приостанавливаем нет мы до сих пор рассматриваем какие-то предложения и если появится действительно хорошее предложение мы обязательно там заинтересуемся и естественно там без внимания оно не останется просто при прочих равных при там обдумывая те же самые инвестиции я вижу что более перспективно их вкладывать в онлайн понятно вы знаете к вам уже есть вопрос как минимум и он как раз связан с поставщиками Эдуард Гимранов пишет что к вам на ферганской не попасть с предложением и не дозвониться до тех кто принимает решение грустно и в связи с этим у меня вопрос то есть как же Эдуарду до вас дозвониться достаточно я бы наверное предложу как минимум оставить свой контакт и мы его передадим как говорится активность должна быть вознаграждена вот и все-таки про ротацию поставщиков есть ли у вас ниши которые требуют пополнения как вы работаете с поставщиками как находите какой-то вот этот уникальный ассортимент как вы делаете так чтобы цены были конкурентоспособны давайте вот в этом моменте чуть-чуть поговорим потрясающий вопрос честно говоря вот наверняка это связано с тем что поставщиков в основном принимаю исключительно я вот и дальше их уже начинаю переводить по нашим категорийным менеджерам в любом случае да действительно я оставлю свои контакты и можно там списаться созвониться и встретиться вот более того да наверное сейчас мне придется нашим категорийным менеджерам как бы перепоручить или или как-то передать некие свои обязанности в плане ведения поэтому я надеюсь что как раз в 2021 году это будет в ближайшее время это будет достучаться до нашего офиса на ферганке да чуть-чуть легче вот или сильно легче вот но в любом случае да обязательно встретимся обязательно пообщаемся вот у нас сейчас в районе 250 поставщиков постоянных с которыми мы работаем ротируем да действительно но я могу сказать так что в 2019 году мы намного чаще ротировали поставщиков чем в 2020 связано связано это опять же там с неким так называемым локдауном связано это было с тем что появляться стал ну если раньше там постоянно появлялись какие-то новые поставщики какие-то исчезали то в 2020 году я не вижу такой вот активности по появлению новых поставщиков вот поэтому нам ну поэтому в 2020 году мы меняли их намного реже вот но тем не менее тем не менее вот так вот 250 поставщиков вот какие группы нам на сегодняшний момент необходимы очень сейчас серьезный интерес к свежемолочке поэтому поставщиков которые занимаются молочной продукцией мы принимаем с удовольствием ну что ж велкам да открывайте хорошо но соответственно опять же с готовой едой который можно просто прийти домой и разогреть сейчас мы видим рост в этой категории поэтому очень интересно и это коллеги кто нас слушает event собачка retail.ru какое-то ближайшее время мы готовы передавать эти контакты соответственно обращайтесь коллеги смогут там передать как минимум информацию ну наверное попросим как минимум там какое-то письмо присылать мы передадим и такой вопрос вот именно если в части поиска новых поставщиков а вот какие мероприятия вы используете для того чтобы может быть там с новыми знакомиться понятно что прошлый год он такой своеобразный да но есть же выставки все равно которые вы традиционно посещаете в основном это все-таки москве вы выставки или все-таки где-то еще вы езжаете чтобы с другими поставщиками встречаться вне москвы москве по региональных поставщиков поставщиках мы пытались мы пытались заводить их этот товар который пользуется там безусловно спросом в наши московские магазины связывались с производителями покупали но таким успехом они к сожалению не пользовались на наших полках поэтому что касается с москвы пользуемся достаточно таким вот с одной стороны стандартным набором с другой стороны некоторым довольно качественным производителям который в основном из московской области вот удается поставить товар на нашу полку и он там пользуется бешеной популярностью то есть это все очень сильно нужно пробовать это вот нужно пробовать даже не внутри москвы а внутри там каждого отдельно взятого района еще раз говорю что локальной сети достаточно удобно быть настолько гибкой чтобы в один магазин можно было завести продукт а в другой посмотреть если он не идет то и производитель не захочет угу понятно ну и наверное будем уже потихонечку завершать наши вопросы два вопроса в финале которые я уже всем практически задаю вы чуть дольше чем например предыдущий наш спикер работаете в рознице да и именно в локальной рознице вот какие основные проблемы локальной рознице которые вот вы считаете актуальными и мешает ее развитию вы сейчас можете выделить или нет проблем да нет безусловно я могу много что сказать сейчас рынок локальной розницы да и вообще любой продуктовой розницы он меняется настолько быстро и настолько резко что за ним только и успеваем бежать если раньше там вводили там эгоисты это было огромной головной болью то сейчас и меркурий у нас и честный знак и дополнительных сотрудников нужно нанимать для этого безусловно приходится это делать как бы играть по подобным правилам не могу сказать что локальные сети пожалуй справляются с этим я абсолютно не знаю как справляются с этим там магазины там меньшего формата которые там по одиночке существуют или там два-три магазина мне кажется что для них это гораздо болезненнее потому что в любом случае приходится нанимать отдельных сотрудников которые будут заниматься исключительно этими вещами вот приспосабливаемся стараемся нормально я думаю что было бы легче без этого но куда деваться все понятно вот ну и к вам как человеку вот вы уже затронули что вы уже являетесь узким местом когда в силу того что вы работаете непосредственно с поставщиками да и вот вопрос сегодня который мы задаем всем спикерам все владельцы бизнеса на начальном этапе достаточно сильно в него вовлечены если говорить о наемных менеджерах да и возможности передать ему дела в какой на ваш взгляд момент собственника должен отойти от бизнеса и как к этому готовиться ну собственник может отойти от бизнеса только в одном случае наверное есть ну или в двух один не буду называть он очень трагичный а второй вот а второй если он его продает вот в любом случае вовлеченность собственников в дело которое он там создал своими руками должна быть а тем более что я еще раз повторюсь что мир настолько быстро меняется что я не знаю любой больничный там двухнедельный или там какого-то другого периода он настолько настолько много информации появляется каждый день что любой больничный может просто поставить под сомнение уже профессионализм собственно человека который вовлечен по крайней мере в рынок торговли а тем более в рынок там какой-то там фуд теха допустим фуд ритейла и прочего вот поэтому вовлеченность максимальная сдаваться это не планирую вот естественно понятное дело что очень много сейчас обязанностей на мне вот но буду пытаться как-то перераспределять ее но тем не менее вовлеченность будет максимальная обморку и что их не вовлеченность и вовлеченность